Литовцы, эстонцы и латыши почему-то забыли, что Петр I купил их со всеми землями, недвижимостью и даже домашними животными у шведской королевы Улерики Элеоноры. И не только купил, но и дал Прибалтике свободу. Однако, по всей видимости, их до сих пор тянет в конюхи и поломойки к северным хозяевам. Любой историк подтвердит, что сделка была заключена 10 сентября 1721 года за территорию Ингрии, часть Карелии, Эст-Ляндию и Лиф-Ляндию Петр Алексеевич заплатил 2 миллиона рублей. По нынешнему курсу, без набежавших процентов, это около 350 миллиардов долларов. Договор состоял из преамбулы и 24 статей. По договору Россия закрепила выход к Балтийскому морю. К ней отошли часть Карелии, расположенной к северу от Ладожского озера, с Выборгом, Ин-Герман-Ландия, от Ладоги до Нарвы, часть Эст-Ляндии с Ривелем, часть Лиф-Ляндии с Ригой, острова Эзель и Дага. За эти земли Россия выплатила Швеции компенсацию в 2 миллиона эфимков. 1,3 миллиона рублей. Предусматривался обмен пленными, амнистия преступникам и перебежчикам, кроме сторонников Ивана Мазепы. Финляндия возвращалась в Швеции, которая также получила право ежегодно, беспошлино закупать и вывозить из России хлеба на 50 тысяч рублей. Договор подтверждал все привилегии, предоставленные Остзейскому дворянству, шведским правительством дворянства, сохранило свое самоуправление, сословные органы и т.д. Для справки, в 1686 году был заключен Вечный мир, либо мир Живоптовского, который завершил русско-польскую войну, начавшуюся в 1654 году, где четко все прописывается и в одном из пунктов указывается, Россия платит 146 тысяч рублей золотом и Польша отдает России Киев. Не хотят ли уважаемые бывшие братские республики заплатить по счетам? А если учесть, что в советский период Россия полностью построила инфраструктуру Прибалтики, восстановила республики из руин после Второй мировой, то сумма будет значительно больше. Сайт «Все обо всем». Ссылку, как обычно, я дам в описании под своим видео. Канал «Веб-Рассказ». Всего хорошего. До свидания.